Я прочитаю ответ на наше вчерашнее выступление про строительство 25-этажного дома по адресу Истомина 9. Давайте видео это покажем. Сначала люди возмущались, почему там строительная площадка так огорожена, что невозможно пройти нет тротуара вдоль забора. Потом заметили, что пригнали огромный кран, и по словам автора этого видео, разгружают грузы практически над соседними дворами, потому что кран огромный, а площадка совсем небольшая. И по их просьбе я специально погуглил, обнаружил, что там строят 25-этажный дом. И как сообщили нам после выхода этого ролика из городской администрации, в городском департаменте архитектур, точнее, в будущем доме будет подземная парковка. А жители соседних домов опасались, что будут оставлять у них во дворах машины. А у них и так во дворах машина стоит, я просто жил неподалеку. Успокоили, что все-таки подземная парковка запланирована. А во-вторых, публичные слушания были проведены с 8 по 11 августа этого года, и собрание членов публичных слушаний было 22 августа. А авторы ролика утверждали, что они ничего про это не слышали, это жители соседних домов. Я цитирую ответ из мэрии. Присутствуют жильцы дома номер 44 по улице Комсомольский, и они высказали свои претензии, но получили аргументированное разъяснение от достройщика автора проекта. То есть все нормально, все можно... Вообще удивительное дело, нет, я понимаю, что чтобы все возводить, чтобы начать стройку, нужно провести общественные слушания и куча согласований. И вроде бы по документам-то все было, и может быть действительно даже все было. Мы можем ошибаться. А мы же, собственно, специально и позвали Геннадия Игоревича Чеснокова, юриста сферы ЖКХ. Здравствуйте. Добрый день. Которого, как только вы у нас были, по-моему, две недели назад, после этого сразу люди просили позвать снова, потому что, как всегда, вопросов огромное количество. Давайте начнем с этого ролика и вот этого ответа. Вот на ваш взгляд, все было проведено правильно? Исходя из ролика, мы никогда не сможем ответить на вопрос, нужно смотреть документы. Но однозначно, что порядок проведения публичных слушаний требует больших-больших изменений. В частности, фиксация пришедших на эти слушания в порядке их извещения. Сегодня у нас есть возможность извещать через госуслуги жителей, которые зарегистрированы по месту жительства, по месту пребывания, в том районе, где планируется какое-либо строительство. Насколько это используется, мы не до сих пор через госуслуги. И подобное извещение не приходило, хотя строительство рядом с домом осуществляется. Поэтому, безусловно, технологии идут вперед. Необходимо применять новые способы уведомления не только в официальных газетах, не только через радио или телевидение, но и путем, в том числе, интернет-сообщений через госуслуги. Ну, для тех, кто зарегистрировал. Ну, все-таки, а как сейчас сообщают? Получается, печатают в местных газетах, муниципальных или региональных сообщения? Совершенно верно. Есть официальное издание, где публикуется информация о проведении слушаний. Иногда мы можем видеть эту информацию. Иногда, потому что я не все отслеживаю. Но есть на сайте администрации города Хабаровска точно так же раздел новостной, где публикуются сведения о публичных слушаниях. Ну, это надо очень хорошо разбираться-то в новостях. Ну, даже я по себе могу сказать, что я, конечно, читаю в том числе там Хабаровские вести и Тихоокеанскую звезду периодически. Но чтобы вот так вот зайти и так, ага, а где у нас слушание? Вот мне интересно, куда-то залезть. Наверняка таких людей нет. Если есть местные жители, то им хотя бы как-то знать, что, значит, под боком у тебя будет что-то строиться, а ты вообще не в курсе и духом не ведешь. Ну, это помните, как было у нас с общими собраниями собственников многоквартирных домов? Много было вопросов, как уведомлять, как проводить. Откуда моя подпись появилась? Прошло у нас, да, много-много лет, уже сколько у нас, 15 лет, да, больше 15 лет. И, соответственно, потихоньку у нас законодатель внедряет изменения, уточняет, улучшает систему. Возможно, когда-нибудь к публичным слушаниям мы придем. Две недели назад нам показали вот это приложение госуслугам. Госуслуги дом, прекрасное приложение. А вот с его помощью теперь можно будет провести общее собрание даже в моем огромном доме, где никогда не удавалось до этого собрать жильцов. Давайте вернемся к случаю, если рядом со мной вот такая грандиозная стройка, я узнаю, что там строят дом. И вот, судя по этому ролику, действительно разгружают грузы так, что груз свешивается над соседней территорией, не огороженной забором. Я, как житель соседнего дома, могу протестовать? Конечно, можете. Там же действительно, но... Можете. Любой житель соседнего, не соседнего дома, любой, кто проходит и понимает, что строительство осуществляется либо с нарушениями, если он их знает, либо очевидным противоречием со здравым смыслом, что может привести к ущербу имуществу, к повреждениям либо смерти граждан, то, безусловно, не нужно оставаться равнодушными. Есть возможность обратиться в прокуратуру с просьбой проверить... В прокуратуру сразу, да. Проверить, конечно, соответствие действий строительной компании. Ну, поэтому у меня просьба к жителям, которые прислали этот ролик и до этого присылали. Если вы действительно опасаетесь за вашу жизнь и сохранность имущества, обратитесь в прокуратуру лишним. Действительно. Единственное, давайте сразу отметим, чтобы подобные обращения не были способами давления на неугодных строителей, которые мало заплатили за земельный участок, мало заплатили за какое-то имущество на этом земельном участке, не согласовали с жителями близлежащих домов последующее благоустройство территории, чтобы эти обращения были действительно обоснованы и реальной угрозой жизни, здоровью, либо имуществу граждан. Вы знаете, я, кстати, тоже подумал, что, с одной стороны, это хорошо, когда есть общественные слушания, это прекрасно, с другой стороны, есть частный бизнес. Есть, например, территория неосвоенная. Например, человек, бизнесмен, выиграл аукцион за него, да, и собирается на этом месте что-то возводить, вкладывать свои деньги. Опять же, он узнает, что определенная часть жителей говорит, нет, дружок, ты здесь ничего не построишь, и место становится пустырем. То есть, тут как-то вот какие-то моменты, чтобы это не стало, как-то называется, да, определенным потребительским экстремизмом, как говорится, потому что это ведь тоже такой способ влиять на бизнес. Совершенно верно. Есть такое понятие, как общественный договор. Так вот, когда мы что-то делаем в городе, мы должны исходить из некого общественного договора. Одно дело, когда выкупается где-то земля в тайге, далеко, и, собственно, хозяин-барин делает, что хочет, опять же, в рамках разумного, в рамках закона. Да, с другой стороны, я, может быть, дорогу хочу, чтобы построить. У нас известная история с огораживанием дворов в Хабаровске, когда вроде бы есть собственники многоквартирного дома, есть прилегающая придомовая территория, она даже размежевана, поставлена на кадастр. Это конкретно зарегистрированное общее имущество собственников помещения в данном доме. И собственники, соответственно, говорят, мы хотим забор. Но этот забор препятствует другим жителям города просто в доступе, в нормальном возможности дойти из точки А в точку Б, не огибая все возможные заборы и закрытые дворы. То есть у нас есть такой конфликт интересов между собственниками конкретного дома и жителями всего города. Геннадий Игоревич, просто мы это с вами в прошлый раз обсуждали подробно. А сейчас огромное количество вопросов по поводу отопления. Ну давайте, хорошо, отопление еще обсудим. Официально его дали, но реально есть не везде, даже сейчас. В течение скольких дней вообще управляющая компания или ТСЖ должны и должны ли дать отопление реально? Органы местного самоуправления устанавливают нам период, с которого должно быть запущено отопление. Но помимо этого периода у нас есть технологические требования и разъяснения о том, что примерно около 10 дней требуются для регулировки, запуска, проверки, исправления возможных недостатков, связанных с давлением и температурой воды. Поэтому рассчитываем, что вот есть период, установленный муниципалитетом, плюс 10 дней, когда у нас, соответственно, управляющая компания либо ТСЖ обеспечивает именно пусконаладку отопления. И важный момент. Да, есть определенные сроки, но никто не мешает жителям проявить свою, так сказать, инициативу и заинтересованность и обратиться в управляющую компанию с вопросом, а когда конкретно на нашем доме нам ждать отопления? Соответственно, управляющая компания видит либо ТСЖ, ну, ТСЖ просто там один дом, а вот управляющая компания, у которой 10, 20, 100, 200 домов, мы понимаем, да, что в какой-то определенной периодичности они будут запускаться, соответственно, житель может узнать конкретную дату и не переживать, он точно знает, что через 10 дней или через 7 дней или через 5 дней по графику управляющая компания запускает этот дом. Ну, допустим, сегодня нам конкретный адрес назвали, но я всяк-то ничего не буду называть. Дух, хорошо. Дух в данный момент уже дали. Все нормально. Но вот если вот сегодня вечером, больше недели прошло с момента официального пуска отопления, нет горячей воды, нет отопления, это нарушение уже или нет? Я считаю, что нет, потому что исходим из технических требований, да, пусконаладки, то есть в районе 10 дней, то есть это допустимо. Тем более не забываем, у нас есть официальный период, установленный муниципалитетом для запуска отопления. Это не один день. То есть муниципалитет установил период, плюс еще примерно около 10 дней на технологическое, так сказать, вопрос. Вы знаете, вот еще такой момент с отоплением, я просто на примере своего дома, даже любая квартира, это, как правило, не один стояк, это 2, 3, 4, 5, там количество комнат, плюс кухня может быть разным. И вот периодически, когда дают отопление, батареи сначала еле теплые, потом один стояк работает, вроде бы другой не работает. А как правильно посчитать-то стоимость? Ведь там начинают с первого дня, наверное, считать, с того момента, как дом подключен к отоплению. Но если по факту у меня один стояк только на кухне, а три комнаты, например, там холодно, я включаю, если есть, например, кондиционер, дай бог, на обогрев, то тогда это другой вопрос. Мы вообще должны начинать с того вопроса, как вы считаете всю тепловую энергию, которая зашла на дом, и, соответственно, как она распределяется на квартиру. Если у вас есть счетчик, общедомовый прибор учета, то вам не важно, насколько у вас теплые, вы платите ровно по счетчику. Ну, не у всех счетчики заходят в квартиру. У нас все-таки... Общедомовый, мы говорим об общедомовом. Но важный момент. У вас при этом температура в квартире не должна быть ниже нормативной. То есть, да, мы понимаем, что у вас не будут раскаленные батареи, но при этом, если у вас по нормативу 18, 19, 20, 21, 22, то это норма. По разным комплексам там разные условия. Соответственно, исполняют обязанности исполнитель коммунальной услуги отопления, и у вас, собственно, никаких претензий нет. Поэтому бывает часто, когда жители жалуются, что у меня недостаточно горячая батарея, но при этом в квартире 23 градуса. И возникает вопрос, может быть, батарея недостаточно горячая, но исполнитель исполнил свою обязанность, у вас в квартире тепло, поэтому претензии исключаются. Вот реальная ситуация, в том числе у меня в квартире, когда ли отопление, горячая вода стала жутко грязной, то время, пока она не станет чистой, я обязан за нее платить? Если вы докажете, что в это время она не соответствовала требованиям, то нет, вы не обязаны. Но вы должны именно доказать. Это ваша обязанность. То есть составляем акт совместно с управляющей компанией, извещаем об этом ресурсно-набжающую организацию. То есть, опять же, мы должны определиться, а кто у нас исполнитель. Если у нас прямой договор с ресурсником, то в любом случае извещать его необходимо. Если у нас нет прямого договора с ресурсно-набжающей организацией, то обращаемся в управляющую компанию. В любом случае мы всегда обращаемся в управляющую компанию, просим составить акт, фиксируем, что действительно у нас вода идет коричневого или ржавого цвета, обращаемся в ресурсно-набжающую организацию с претензией, с просьбой разобраться, устранить, сделать перерасчет. И, соответственно, прикладываем акт с управляющей компанией. Иногда ресурсно-набжающие компании идут навстречу, понимая действительно, что это результат промывки, опрессовки. А иногда говорят, что нет, предоставьте нам экспертизу соответствующую, о том, что вода ненадлежащего качества. Поэтому потребителю к этому нужно быть готовым, к тому, что дойдет дело и до экспертизы. Но проблема в том, что люди терпят день-день, два дня, три дня, надеясь, что вот-вот она станет чище. И к тому моменту, когда наконец-то уже терпение закончилось, она действительно становится недостаточно грязной для того, чтобы экспертиза однозначно сказала, что вода непригодна и не соответствует нормам. Поэтому, если вас не устраивает, не терпите. Сразу обращайтесь в управляющую компанию, в ресурсно-набжающую компанию. Ну и, соответственно, будьте готовы сделать экспертизу. А то потом вода может очиститься сама. Ну, кстати, еще интересный такой момент. Как только дают отопление, в социальных сетях огромное количество роликов, где где-то рванула труба, залило соседей. Вот если, не дай бог, труба действительно рванула, и соседей залило. Кто за это отвечает? Ведь вроде бы вот эти стояки – это ответственность управляющей компании. Или нет? Все имущество в доме – это ответственность жителей. Но как они распределяют соответственность? Есть управляющая компания, которая обслуживает общее имущество. Есть личное имущество собственника, конкретная квартира. А где эта граница? Это либо первое соединение сварной шов, либо это аварийный кран на ответвлении от стояка к батарее. Поэтому тут, в общем-то, все просто. Тем более, когда в договоре управления еще и прописано. Во многих договорах управления прописывается… Где начинается зона ответственности? Да, зона ответственности, что вот сварной шов, либо аварийный кран. Проблема возникает тогда, когда у нас и госорганы, имеется в виду и органы исполнительной власти контроля и надзорные, и суды начинают эту практику размывать. Внезапно у нас батарея, которая предназначена для конкретного помещения, на которой стоит кран, становится общим имуществом, сварной шов не учитывается и так далее. К сожалению, такое бывает. Но это вопрос уже к наличию времени у судов для внимательного рассмотрения дела. К сожалению, его недостаточно. Вы знаете, у меня два вопроса по чердаку и по подвалу. Мне вот… У меня вырвали клятву, что я обязательно задам их. Первое. Про чердак. Жители верхнего этажа хотят получить ключ от чердака для того, чтобы в случае пожара иметь возможность эвакуироваться через крышу. Вот по их мнению, это дело их безопасности. Да, ну, они говорят, что вот если будет гореть вот внизу, я хоть спасусь через крышу. Они имеют право потребовать ключ. 170-е правило госстроя предусматривает, что ключи от подвала и, соответственно, ключи от чердака крыши находятся у жителей, соответственно, первого и последнего этажа. Но при этом же эти же правила указывают на недопустимость нахождения посторонних лиц на крыше. А если не пообещать, то ли они ходят. Таким образом, когда управляющая компания, либо ТСЖ, отдает ключ, она как бы искушает жителей воспользоваться этим ключом не только в случае какой-то экстренной ситуации. Это первый момент. Второе. А есть у нас правила пожарной безопасности, которые говорят, что в случае пожара и задымления подъезда жители не должны выходить в подъезд, потому что они могут просто в дыму потерять ориентацию в пространстве, могут надышаться горючими веществами, поэтому они должны сидеть дома, закрывшись, затнув все щели мокрыми тряпками и так далее. Поэтому вот этот способ, как выйти на крышу, опять же вопрос, а есть ли у нас соответствующие высоты лиц, лестницы для того, чтобы снять людей с крыши? Нет, они имеют в виду, что перейдут в другой подъезд. По крыше? Ну да. Но там-то ведь другие собственники, где крыша может быть закрыта. Они точно так же не знают, есть ли распространился пожар или нет. Поэтому давайте будем соблюдать правила пожарной безопасности. То есть все-таки нет. И нет. Тем более однозначно у нас в правилах указано, посторонней на крыш быть не должно. И исключение в виде каких-то экстренных случаев также у нас не прописано. И следующий случай совершенно реальный. Чехова 2. Местные жители протестуют против решения ТСЖ замуровать подвалы. Ну, старая история. Вот подвалы, в которых живут кошки, вот закрыли, чтобы они не могли туда-сюда ходить. Жители считают, что это нарушение, это жестокое обращение с животными. И вообще требует открыть обратного. А с другой стороны должны ли быть животные в подвале? Ну, другой вопрос. Давайте разберемся. Если животное уже есть, и управляющая компания замуровала, и игнорирует обращения жителей, и подобные обращения после нашей с вами передачи уже были, в том числе после ШВ-27, где управляющая компания жилищная инициатива. Это действительно жестокое обращение с животным. И здесь необходимо незамедлительное обращение правоохранительных органов и активное требование и от правоохранительных органов, в том числе от органов прокуратуры, соответственно, вообще реакция. Если мы говорим о неких превентивных мерах, то у нас есть позиция контрольнодзорных органов, а также действующего законодательства, что как минимум один продух при их наличии, он должен был быть открыт в доме, как раз для того, чтобы животные могли в сильные морозы, ну, соответственно, греться в подвале, а также могли в случае необходимости его покинуть, чтобы они не оказались в такой ситуации, что они попали в подвал, но покинуть его не могут. Поэтому хотя бы один вход в подвал, ну, в виде продуха, он должен быть. Это предусмотрено законодательством, это предусмотрено задействиями контрольнодзорных органов. Поэтому игнорирование этого, на мой взгляд, также является нарушением, и также нужно обращаться в прокуратуру и в контрольнодзорные органы в виде, например, главного управления регионального государственного контроля и лицензирования. Еще вот вопрос по поводу парковок. Жильцы дома или те же организации, которые размещаются в доме, они могут ли претендовать на парковки, знаете, огораживать территорию, вот себе, жене, значит, старшему сыну, может, бабушка приедет, клиентам, только для клиентов такого-то учреждения. Вот насколько это законно? Однозначно незаконно, здесь даже не требуется особо... Ну, у нас конфликты, знаете, бывают, это мое место, я здесь всегда ставил, 10 лет уже стою, стоит здесь моя машина. Ну, проблема у нас в отставивании прав. Кто у нас, кто громче кричит, тот обычно больше получает. А кто приходит с разумной и конструктивной позицией, он обычно как-то остается у нас, почему-то в нашей стране неудел. Поэтому у нас есть четкое указание в жилищном кодексе, что у нас никто не может выделить в натуре свой кусок метра на детской площадке, в парковке, на стене дома, на стене подъезда, это все общее имущество. Соответственно, только общее собрание собственников определяет порядок, стоимость при таких условиях, условия договора, использование общего имущества. Но в качестве примера можно привести нашего соседа в страну Японию, где очень часто применяется такая практика, где люди понимают, что парковочных мест не равно количеству квартир, поэтому проводится лотерея, кто победил лотерею, тот получает парковочные места, но платит за это, а эти деньги идут на благоустройство общего имущества. То есть те, кому парковочных мест не досталось в результате этой лотереи, они в любом случае выигрыши, потому что получат деньги на благоустройство общего имущества. Собрание собственников. Да, собрание собственников. Не забываем, что там требуется квалифицированный кворум, то есть две трети голосов собственников. Спасибо огромное, Геннадий Игоревич. Огромное количество вопросов еще поступило, поэтому снова зовем. Сразу зовем, потому что времени программы нам не хватает. Я напоминаю, что обычная рубрика «Глаз народа» будет в третьей части программы. У нас в гостях был Геннадий Игоревич Чесноков, юрист в сфере ЖКХ.